Время новостей на Арктик ТВ в студии Дмитрия Ероха. Здравствуйте! И вначале пару слов о главных темах выпуска. Возможно, экологическая катастрофа. В Норвежском море терпит бедствия нефтяной танкер из Нидерландов. Саамский рэп. Как занять призовое место в творческом конкурсе и привлечь внимание общественности? Вне рамок школьной программы. Это произведение о животном, о котике точнее, и о любви. Конкурс чтецов стартовал в Мурманске. У берегов Норвегии потерял ход танкер из Нидерландов, перевозивший нефть и дизельное топливо. Власти Северного королевства предупреждают, что существует опасность экологической катастрофы. Судно, перевозящее нефть, потерпело бедствие у берегов Алисуна. Сигнал о помощи экипаж подал еще в понедельник, после чего большая часть его команды была эвакуирована. К настоящему моменту судно покинул весь экипаж. В Главном спасательном управлении Норвегии сообщили, что существует опасность опрокидывания судна и попадания 350 тонн тяжелой нефти и около 50 тонн дизельного топлива в море, что может привести к экологической катастрофе. Прогнозы специалистов неутешительны. Они считают, что вероятность бедствия велика из-за сильного крена и неспокойного моря в этом районе. Высота волн достигает 15 метров. По оценкам береговой охраны, погода может улучшиться только к утру среды. Спецназу по долгу службы приходится работать в самых разных условиях, в том числе в Заполярье. В морском порту Дудинка Красноярского края под наблюдением директора Росгвардии Виктора Золотова состоялись учения спецподразделений. Дудинка, так же как Мурманск, находится за Полярным кругом. Именно здесь состоялись учения подразделений спецназначения Росгвардии. В компетенции ведомства входит обеспечение безопасности объектов атомной энергетики, к которым относится и суда Атомфлота. По легенде учений, преступники проникли на борт контейнеровоза, переводившего взрывчатые вещества, и взяли в заложники часть команды. В штурме судна приняли участие сотрудники Центра спецназа «Витязь», СОБРА «Рысь», подразделения полицейского и войскового спецназа из Сибири и Чечни. Дроны, вертолеты, снегоходы и современное оружие спецназовцам доступен самый большой арсенал техники и спецсредств. Заложники были освобождены, а террористы нейтрализованы. Командующий учениями высоко оценил подготовку, профессиональную и слаженную работу подразделений спецназначения. Сделать крайний север привлекательным для российских и иностранных туристов совсем непросто. Казалось бы, заполярных гостей больше всего привлекают горнолыжные курорты. Но только лишь обустроить трассы недостаточно. Важно предоставить комфортные условия для отдыха, разработать удобную транспортную схему. При личной встрече губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель регионального комитета по туризму Александр Елисеев обсудили методы привлечения туристов в Заполярье. Специальное приложение для туристов разработают в Мурманской области. С помощью интернет-портала гости региона смогут оценить уровень сервиса, предоставляемого туроператорами в Заполярье. Кроме того, между участниками рынка появится здоровая конкуренция, что позволит выделиться и предложить туристам качественный и уникальный продукт. Поток туристов большой. Принципиально важно, чтобы люди, приезжая к нам в область, получали удовольствие, уезжали довольные, рассказывали всем своим друзьям, товарищам, знакомым, делились впечатлениями в социальных сетях, делились не просто красотами или вкусно-арктической кухней, а делились еще качеством сервиса. Развитие туризма имеет большое значение для области, отметили во время встречи глава региона и руководитель профильного ведомства Александр Елисеев. Глава комитета по туризму подчеркнул, что на международной туристической выставке уже были представлены новые летние продукты, предлагаемые Заполярьем. Туроператоры также предлагают сейчас охотиться за фотоохота на китов. В тот период, когда это можно делать и есть шанс увидеть их. Мы говорим о сборе грибов и дикоросов, и для жителей мегаполисов оказывается это экзотика, и превратить это в качественный продукт и услугу – наша главная задача. По словам Александра Елисеева, в ведомствах уже разработана методология, позволяющая турбизнесу привести свою работу к единым стандартам качества. Заниматься туризмом в условиях пандемии трудно. И хоть ситуация с каждым днём становится благоприятнее, не стоит забывать о мерах безопасности. 61 новый случай заболевания COVID-19 выявлен в Мурманской области за сутки. Три человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске – плюс 33, Североморске – плюс 9 и Оленингорске – плюс 5. Улучшение эпидемической обстановки позволяет правительству Мурманской области запланировать летнюю оздоровительную кампанию для школьников. На эти цели из бюджета выделено почти 250 миллионов рублей. Ребята поедут в том числе в лагеря в Краснодарском крае и Крыму. Для детей, профессионально занимающихся спортом и художественным творчеством, будут организованы профильные смены. На базе школы региона также откроют 73 лагеря. Оздоровительные учреждения будут работать в соответствии с санитарными требованиями и рекомендациями. Тема общественного контроля над муниципалитетами и органами исполнительной власти стала главной на заседании Ассоциации общественных советов города Мурманска. Многие участники присоединились к обсуждению по видеоконференц-связи. Работа общественных советов переходит на новые рельсы. Мы внедряем те формы, которые, может быть, еще года полтора назад мы о них даже не думали. А сегодня, удовлетворяя потребностям времени, мы переходим на дистанционную форму. То есть, вот сегодня многие общественные советы подключатся к нам в системе Zoom и, принимая участие, задавая нам вопросы и, соответственно, воспринимая ту информацию, которую мы будем докладывать, они с нами могут полноценно общаться. Ассоциация существует всего два года. Но, несмотря на молодость, ее представители прикладывают много усилий для координирования действий между жителями города и различными государственными ведомствами. Восстановление после травм, переломов и перенесенного COVID-19 обсудили на медицинской конференции в Мурманске. По словам участников встречи, такой диалог специалистов позволяет добиться лучших результатов в лечении и реабилитации северян. Проблемы реабилитации северян обсудили участники тематической конференции, которая открылась на базе медицинского центра имени Пирогова Федерального медико-биологического агентства России. Вот это сочетание практической медицины, открытие нового амбулаторного центра и проведение конференции на базе поликлиники ФМВА России – это очень правильное сочетание научной мысли передовой и практического здравоохранения. Мы надеемся, новый медицинский центр послужит на благо всех жителей Мурманской области. Ревматологи, травматологи, ортопеды и врачи других узких направлений встретили, чтобы синхронизировать действия во время оказания помощи пациентам, нуждающимся в функциональной реабилитации в связи с ограничением двигательной активности, в том числе и в новом отделении восстановителя медицины, открывшемся на Папанино-47. У нас сейчас очень большое количество обращений, именно из разных муниципалитетов, их около 820. И зачастую эти обращения и приход к нам пациентов бутсуют иногда на незнании практических врачей, как осуществляется направление и для чего мы предназначены. Также особо остро стоит вопрос о постковидной реабилитации. Осложнения, вызванные перенесенным коронавирусом, могут оставаться вплоть до полугода после выздоровления. Слабость в мышцах, кашель, одышка – все эти симптомы ухудшают качество жизни. Поэтому важно правильно восстанавливаться после болезни. Сейчас востребованность реабилитации очень велика не только в медицинских организациях, а и в санаторно-курортных организациях, которые имеют возможность работать именно в системе ОМС. Но очень развивается частное государственное медицинское партнерство, которое позволит большему количеству получить необходимый набор реабилитационных услуг. Необходимость в реабилитации определяют по специальной шкале. Такая система оценки состояния больных нужна врачу, чтобы понять, требуется ли пациенту серьезное восстановление или достаточно ограничиться наблюдением в поликлинике. Северяне, как никто, нуждаются в комфортной жизни. Но ни о какой обустроенности говорить не приходится, если в квартире нет банальных горячей воды и отопления. В одном из дворов на Карла Липнихта в Мурманске представители администрации и энергетики встретились, чтобы обсудить вопрос с ресурсоснабжением микрорайона. Долгое время нагревательный котел, расположенный в доме номер 15А на улице Карла Липнихта, снабжал горячей водой почти два десятка окрестных домов, в том числе детский садик номер 58. Со временем бойлер пришел в негодность, и жители почувствовали на себе дыхание севера. Многочисленные письма в администрацию города сдвинули дело с мертвой точки. Евгений Никора совместно с энергетиками из Мурман-Анергосбыта приступили к решению проблемы многострадального микрорайона. Спасибо Мурман-Анергосбыту, что он занялся этим вопросом в 2020 году. Сейчас у нас на выходе уже документация для того, чтобы, соответственно, поставить здесь уже закупленное оборудование. Мы с Аллой Павловной сейчас сверили часы по поводу того, что и когда будет сделано. Договорились о том, что во второй плане мая еще раз сюда приедем. Еще в прошлом году было решено перевести систему отопления в отдельный тепловой пункт, находящийся во дворе. Однако, как выяснилось, все не так просто. Новые точки горячего водоснабжения также потребовалось дополнительное техническое обслуживание, которое и обеспечит специалист МЭС. Мы поставили себе данное мероприятие в рамках подготовки к зиме и планируем в новый отопительный период переподключить этих абонентов на 49-ю СТП. Учитывая социальную значимость объекта, энергетики рассматривают возможность выполнить модернизацию теплопункта уже летом, чтобы запустить снабжение к предстоящему отопительному сезону. Управляющие компании начинают весенние работы по благоустройству домов. И если раньше достаточно было проводить лишь санитарное обслуживание, то сейчас требования к жилищникам значительно выросли. Становится важным повышать комфорт проживания, внедряя в том числе дизайнерские идеи. Первое, что мы видим, выходя на улицу, это подъезд нашего дома. Поэтому очень важно, чтобы он выглядел нарядно и красиво. Это понимают и специалисты управляющей компании «Севжилсервис». Прямо сейчас они ведут ремонт 40 входных групп сразу в 21-м доме Заполярной столицы. Новый облик своих подъездов уже успели оценить местные жители. Уже облагородили подъезд. Мы, конечно, очень рады, довольны в связи с тем, что подняли тариф на содержание ремонта. Да, сумма вроде бы небольшая, но спасибо им большое. В этот раз управляющая компания решила поэкспериментировать с дизайном и материалами для обшивки входных групп. Такой способ ремонта крылес для «Севера» в диковинку, тем не менее, выглядит довольно необычно и современно. Нам захотелось сделать что-то действительно необычное для «Севера» с точки зрения и практики, и красоты. Выбрали три входные группы. В зимний период их сделали для того, чтобы посмотреть, как они поведут себя в этот период эксплуатации. Все прошло превосходно. Сейчас мы делаем ремонт сразу 40 входных групп. Выбрали сознательно разные входные группы для того, чтобы создать некий стандарт по благоустройству. Сразу после разработки стандарта такие входные группы смогут украсить и другие мурманские дома. А пока мастера управляющей компании завершают ремонт выбранных подъездов. После укладки деревянных панелей и обновления козырьков необходимо покрасить опорные элементы, установить новый свет и привести в порядок двери. Вот так в итоге будет выглядеть входная группа после завершения всех работ. Подъезды с деревянной обшивкой, по словам специалистов, должны прослужить даже дольше, чем привычные северянам окрашенные. 75 лет исполнилось Евгению Левченко, заслуженному общественному деятелю города Мурманска. Поздравить ветерана с юбилеем приехали главы города. Георгий Салиев подробнее. Евгений Александрович Левченко отмечен множеством наград. Он давно занимается военно-патриотическим воспитанием. Свой жизненный путь Евгений Александрович начал 4 апреля 1946 года под Курском. Избрав карьеру военного, он более 20 лет посвятил службе в качестве политработника. С 2010 года Левченко стал председателем городской организации ветеранов войны и военной службы. Он до сих пор ведет военно-патриотическую работу со школьниками и военнослужащими. Несмотря на почтенный возраст, юбиляр сохраняет юношеский задор и оптимизм. Когда было 20 лет, казалось, что 40-летние, это старики, наверное. Самому 40 исполнилось, думаешь, да, жизнь-то только вроде начинается. Вот 65 лет, вот эта дата, раскачила и эта дата, вот сейчас уже 75. И понимаешь, конечно, что жизнь, она не останавливается, она продолжается. Жить надо. Поздравить ветерана пришло немало гостей. Евгений Никора также по достоинству оценил заслуги Евгения Левченко. Уйдя на заслуженный отдых, человек решил, по сути, не уходить на заслуженный отдых. Вот сейчас ему 75, он продолжает возглавлять одну из самых значимых, активных общественных организаций в городе. Он абсолютно неугомонный и неутомимый. Он абсолютно неравнодушный и он действительно любит наш любимый город. Евгений Александрович и администрация города совместными усилиями помогают ветеранам Великой Отечественной войны, а также ведут работу над сохранением исторической памяти. Так, недавно был открыт мемориал воинам полярной дивизии и памятник бойцам о линии транспортных батальонов. Читать сегодня модно. И это подтверждает популярность всероссийского конкурса «Живая классика». Уже 10 лет он позволяет определить лучших молодых чтецов со всей страны. Сейчас в облачной научной библиотеке проходит региональный этап конкурса, на котором побывала и наша съемочная группа. Юлиана Вишневская из Кандалакши очень любит читать книги. Ее любимые жанры – драма, фантастика и мистика. На конкурсе «Живая классика» девушка выступила с произведением современного писателя Вадима Черноречина «Уродливый кот». Это произведение о животном, о котике точнее, и о любви. Оно очень трогательное. Если его послушать либо прочитать, то, мне кажется, каждый человек всплакнет и много для себя поймет. А вот Александр Двинин любит романтические книги. А еще ему нравится читать стихи и прозу перед публикой. Для своего выступления он выбрал юмористический рассказ «Энфайн» «Дневник кота-убийцы». Он про вредного кота, который остается один дома, когда его хозяева уезжают, и очень радуется этому. Готовился к конкурсу учтец вместе с преподавателем. Мы с учительницей оставались после уроков и читали эту прозу несколько раз. Дома иногда начитывал с эмоциями. В этот раз от Мурманской области в конкурсе «Живая классика» участвовали 50 детей в возрасте от 10 до 17 лет. Они исполняли произведения своих любимых авторов, которые не входят в школьную программу. В этом году довольно большой разброс произведений. Это и классические авторы, и новые, современные авторы. Перед ними стояла задача выбрать то произведение, которое им ближе всего по духу, по сердцу, ну и, соответственно, с ним выступит. Лучших среди чтецов выбрали члены жюри – артисты, журналисты и представители Центра Лапландия. Победители регионального этапа станут участниками отборочной части Всероссийского конкурса. По плану он должен состояться в Артеке. Музыканты из Лавозера показали свой талант и заняли третье место на Саамском гран-при 2021. Рэперы исполнили авторскую песню на кельдинском саамском языке. Пасхальный фестиваль проходит в Норвегии с 1971 года, и традиционный конкурс саамской песни считается его самым зрелищным событием. В этом году приняли участие и стали призерами творческого испытания представители коренного малочисленного народа Севера. Дуэт Романа Яковлева и Ерсема Галкина с песней «Легенды о воде у жертвенного камня». По словам музыкантов, источником вдохновения послужила история и культура родного народа, мотивации, что кельдинский саамский язык исчезает, а первоначальные миссии создания песни – нести правдивую информацию про свой народ. Почему я стал врачом-кардиологом? Ответ на этот и многие другие вопросы услышали, возможно, будущие медицинские работники. На базе школы номер 49 состоялся день юного специалиста. Одним из экспертов встречи выступила кандидат в депутаты Государственной Думы от Мурманской области Татьяна Кусайко. Проблема выбора профессии стояла перед старшеклассниками всегда. С каждым годом она становится все актуальнее. Многие молодые люди до последнего не могут решить, кем же они хотят стать в будущем, или делают выбор под давлением родителей. Именно поэтому в Заполярье уже несколько лет реализуется проект «Здоровое будущее», направленный на правоориентацию учащихся химико-биологических классов. Сегодняшняя встреча с кардиологом, наверное, очень важна, потому что это и есть тот путь, который позволит выбрать именно эту профессию. Ну и, конечно же, такие встречи, они дают очень много, потому что ребята смогут пообщаться и задать те вопросы, которые, может быть, для них еще остаются без ответа. Ученица 11 класса Кира Мельникова признается, что с самого детства без страха посещала стоматолога. Именно тогда она впервые заинтересовалась этой профессией. Путь, в принципе, не пугает, потому что, ну, чтобы получить такую профессию, это понятно, что надо много учиться. В принципе, я считаю, что для каждой профессии нужно прикладывать усилия, а для этого нужно время. Мурманская область, как и многие другие, остро нуждается в медицинских работниках. С нехваткой специалистов власти борются также с помощью целевого набора вузы. Ребятам старших классов химико-биологического направления мы представляем разные специальности. Вот сегодня лекция будет по кардиологии. В перспективе в течение месяца у нас будет по анестезиологии, реаниматологии, по хирургии, по стоматологии, чтобы ребятам представить специальности. Ведь они заключают договоры перед поступлением в медицинские высшие учебные заведения именно с выбором направления, кем они хотят стать. Проект «Здоровое будущее» оказался эффективен. Ведь благодаря таким встречам ребята могут познакомиться с профессией еще до поступления в университет. К теме спорта. Пловец из полярных «Зорь» завоевал бронзу на чемпионате России в Казани. Павел Самусенко – гордость за полярья. На чемпионате России наш спортсмен уступил лишь признанным лидерам, заслуженным мастерам спорта Клименту Колесникову из Москвы и Григорию Тарасевичу из Татарстана. В соревнованиях участвуют более 580 российских пловцов. А также представители некоторых зарубежных стран. Чемпионат – это площадка для отбора самых сильных спортсменов, которые составят сборную России для выступления на предстоящих Олимпийских играх в Токио. Известный мурманский атлет-тяжеловес Леон Мирошник готов обновить рекорды. Уже этой осенью он отправится на чемпионат Арнольд Классик, где встретится с легендой Арнольдом Шварценеггером. Не успели умолкнуть фанфары в честь силачей, которые осенью прошлого года смогли на три метра сдвинуть барк седов, как заполярные богатыри вновь готовы изумлять публику. Леон Мирошник стал победителем соревнований по силовому экстриму Кубок Гераклиона. Одно из самых зрелищных упражнений локлифт на чемпионате он выполнил просто виртуозно. Теперь мурманский богатырь готовится к поездке в США на чемпионат Арнольд Классик. Крупнейшее соревнование, созданное и проходящее под покровительством знаменитого бодибилдера, актера и политика Арнольда Шварценеггера. Леон даже не мечтал о том, что когда-то сможет пожать руку кумиру 90-х. Вообще-то мальчишкой было наверняка веселье вот эти старые плакаты, потертые. Ты мечтал о том, чтобы когда-то этого достичь? Ну, журналы были, конечно, да. Тут же «Терминатор» сидите смотрели. Ну, чтобы увидеться, как бы такого не было. И вот как-то так сложились обстоятельства, что это может быть в реальности. Соревнования в Америке пройдут осенью. Время для подготовки есть. Сейчас Леон за одну тренировку поднимает около 20 тонн. Например, снаряд с красивым названием «Ось Аполлона» весит 110 килограмм. Такие занятия на грани человеческих возможностей проходят, как ни странно, не в тренажерном зале, а в одном из гаражей Мурманска. Впрочем, чемпиона сложности только закаляет и разжигает волю к победе. Так сложилось, что мои начинания как бы никто не поддержал из городских спортзалов. А мечта настолько мной движет, что были какие-то семейные сбережения. Да, я поговорил с женой, и она дала согласие на приобретение этого бокса, чтобы двигаться дальше и следовать мечте. Хочется верить, что сценарий для Леона Мирошника сложится, как в лучших голливудских фильмах. И этот стальной в прямом и переносном смысле человек сможет достойно представить заполярье на международном уровне, тренируясь в скромных условиях. 7 апреля ночью температура по области составит от минус 4 до 0 градусов. Днём в Мурманске-Североморске плюс 2, плюс 3. Ветер южный 6-7 метров в секунду. В Никеле-Манчегорске от 0 до плюс 2. В Апатитах и Кавдоре от 0 до плюс 2. В Кандалакшей полярных зорях до плюс 3 градусов.